Дневной разворот Но считаем почему-то, что говорим и пишем правильно В общем, это такая многоаспектная, многогранная тема, языковая И я напоминаю, что наш опорный вуз, Вятский государственный университет В этом году реализует проект «Русский онлайн» И именно о нем мы сегодня будем говорить Не первая передача, да, повторюсь, были у нас уже и преподаватели вуза, да Занимающиеся русским языком, филологией Были студенты, непосредственно студенты, в том числе из других стран Ну, проект «Русский онлайн», напоминаю, рассчитан как на преподавателей русского языка у нас Русских школах Здесь, в русских школах Как преподавателей Преподавателей, которые преподают русский язык за границей нашей родины Ну, как иностранные, в общем, да Русские как иностранные Напоминаю, что есть полноценный сайт в рамках этого проекта Называется он русскийонлайн.ком Очень интересный, красочный Любой, кто желает испытать себя в русском языке Задания какие-то выполнить, можете туда заходить И все это очень интересно и замечательно Ну, а сегодня в гости к нам в студию пришли Учителя русского языка, которые работают в наших кировских школах Давайте их представим, Калай Ну, это, во-первых, Ирина Галкина, учитель русского языка и литературы Средней школы номер 5, лауреат премии президента России 2007-2015 года, ориентально Добрый день Добрый день Добрый день Это Марина Маслова, учитель русского языка и литературы Лицея номер 21 города Кирова Марина Владимировна Добрый день Здравствуйте Вот, и это Лариса Унге Мах, методист, Центр повышения квалификации ресурсного обеспечения муниципальной системы образования Лауреат премии губернатора Кировской области 2006 года Лариса Александровна, добрый день Добрый день Педагог с 30-летним стажем Добавлю, да, вот сейчас мы до передачи выяснили Для начала хотелось бы, чтобы все вы по очереди, или может быть не по очереди, как получится, высказались об этом проекте, вот русский онлайн, насколько он важен, насколько актуален И насколько он вам интересен Вам интересен, да Как специалистам и как педагогам Как педагогам Лариса Александровна, да Ну, наверное, начнем с того, что это предложение было нам сделано заведующей кафедрой русского языка Наумовой Натальей Геннадьевной В сентябре месяце вот она пришла к нам и с членами совета кабинета мы обсудили как раз участие учителей города Кирова в этом проекте Конечно, это предложение нам показалось интересным Вообще, нужно сказать, что учителя русского языка и литературы это самая, наверное, отзывчивая аудитория среди учителей В смысле, предложили, а вы сразу же активно откликаетесь Да, в любых, в общем-то, проектах учителя русского языка всегда участвуют достаточно активно Наверное, сама жизнь заставляет нас быть такими активными Потому что русский язык это один из основных предметов в школе По-моему, это вообще самый основной, потому что без него остальные теряют всякие существа Ну, наверное, без ложной скорости главный Ну, наверное, это один из основных предметов, да Ну, человек же, он говорит по-русски, он и думает по-русски, понимаешь? Он даже математические задачи решает само по-русски, как ни верти, получается главный предмет Да, вот мы об этом будем говорить, что мы объединили вообще учителей всех категорий в этом проекте «Русский онлайн» Но я еще хочу сказать то, что на учителях русского языка это еще и особая ответственность Потому что у нас и обязательный экзамен по русскому языку Он всегда был во все годы, в разных формах только, но тем не менее И учителя русского языка это, ну, я не побоюсь такого выражения, это самые трудолюбивые люди в школе Которые привыкли работать с утра до вечера и по ночам проверять тетради и готовиться к следующему дню, к урокам Согласны со мной коллеги Ну и когда нам было предложено поучаствовать в этом проекте, конечно, мы долго думали Несмотря на то, что согласились, но тем не менее мы, в общем-то, очень долго думали И мы создали две группы временных творческих коллективов Одна группа была у нас только из учителей русского языка и литературы И здесь мы готовили методические материалы к проведению уроков русского языка на уровне основного и общего образования А вторая группа временного творческого коллектива Здесь у нас были, в общем-то, учителя и других предметов Потому что они занимались разработками методических материалов К проведению вне классных мероприятий по русскому языку на уровне начального и основного общего образования Поэтому у нас здесь были учителя начальных классов У нас была замечательная разработка учителя математики вместе с учениками по математической азбуке В общем, у нас здесь были и учителя информатики, которые тоже говорили о значении русского языка в своих работах Ну и, в общем-то, два месяца напряженного труда, я скажу Потому что одновременно учителя русского языка еще должны были готовить детей и к декабрьскому сочинению, допуску к ЕГЭ 6 декабря, да? Да, 6 декабря Но, тем не менее, конкурс у нас состоялся У нас было 58 участников этого конкурса И мы, в общем-то, выделили лучшие материалы с экспертной группой Но я хочу сказать только немножко о номинациях Это были урок русского языка, методическая разработка Это был урок развития речи, тоже как методические разработки Внеурочная деятельность по русскому языку Так, и дидактические материалы по русскому языку И методические статьи, тоже касающиеся уроков русского языка Поэтому я думаю, что учителя русского языка не только с удовольствием приняли участие в этом проекте Но еще и смогли, в общем-то, наверное, внести свою лепту в развитие русского онлайн, можно так сказать, проекта Потому что достаточно интересные разработки были представлены И для своего практического опыта уже подчеркнули, да? 56, вы сказали, да? 58, это только педагоги города Кирова? Нет, у нас там были из Иркутской области Верхникамского района Да, Тюменская область была Из других областей были, да? Да, из Верхникамского района И из Кировской области, из Куменского района Да, из многих районов Тюменской области То есть география довольно обширная получилась такая То есть не только Кировские Вот пообщавшись с коллегами из других регионов Выделили что-то, что у них какая-то есть своя специфика все-таки Ну, я бы здесь даже больше сказала Может, они впереди идут, чем мы Или мы опережаем их в каком-то отношении Ну, простите, можно похвастаться? Конечно, конечно, нужно Нужно, да У нас это не первое участие учителей города Кирова В таких проектах, межрегиональных, всероссийских проектах У нас, мы участвуем вместе с организацией Ассоциацией учителей литературы во всероссийских проектах И поэтому учителя города Кирова, в общем-то Могут представить свой опыт уже достаточно хорошо Хочу сказать, что и мы с учителями города Вот не далее, чем в 2017 году, в апреле месяце Ирина Витальевна с нами была в команде Мы ездили в Санкт-Петербург Делились опытом по читательским проектам И по работе по смысловому чтению Что такое читательский проект? Поясните, Ирина Витальевна Как привычка и любовь к чтению у детей К чтению книги Да, к чтению книги Да, к чтению литературы И вот как раз на этой конференции в Санкт-Петербурге Там она называлась так Чтение детей и взрослых Было отмечено, что учителя Кировской области В общем-то достаточно высокий уровень имеют В подготовке читательских проектов И особенно всех удивила наша работа по смысловому чтению Поясните, что это такое Смысловое чтение Смысловое чтение Почему говорят детей и взрослых чтение? Потому что что наши сегодняшние дети видят дома? То есть читающий ребенок вообще, наверное, чаще всего будет там, где есть читающие родители А читающих родителей сегодня не так много Все заняты тем, что... Я читающий родитель Я читаю родители Замечательно То есть они у вас ваши Видимо, здесь все собрались Да, ваши Я, правда, читаю, когда все домашние уже спят Уже я берусь за книжку Но все равно у вас дома лежит книга Книги в доме В доме в доме есть Да, книги в доме Потому что когда... Мы же ведь все-таки это не просто голословно Мы ходим к родителям Вообще в семьи Мы проводим какие-то опросы ребят И чаще всего какие-то гламурные журналы могут лежать И рекламные какие-то, да Ну, может быть, еще телесемь А книги из дома исчезли Сейчас их много можно увидеть даже у мусорных баков Да, с печалью регулярно это замечаю лично Видишь книжки выбрасывают Я не знаю, я с пользой для себя замечаю Когда вижу это, конечно Нет, нет, нет Я тоже Великолепные 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 Нет, ну когда я выброшеного, например, Достоевского вижу Или Булгакова Ну, боже мой, куда катится этот мир? Ты задаешь себе вопросом А смысловое чтение, видите, да Смысловое, чтобы читать со смыслом Для красоты Собрание сочинения Потому что, вы знаете, пресловутая техника чтения Которую, наверное, вы еще помните Когда учились в школе Помню, помню, конечно, да Я школу закончил в 76-м году Не чтение ради чтения В 73-м Так что вот А я тоже в 76-м, да Мы еще те читатели То есть чтение не ради чтения А еще и понимать то, что прочитали Ну, а еще, например, говоря о том Что, кажется, такой проект Русский язык, как иностранный Зачем это нам здесь? Вот давайте мы посмотрим нашу школу Ну, вот я, например, на примере своей школы скажу Школа номер 5, напомню В школе учатся армяне Для них ведь тоже русский язык иностранный Мы многонациональная страна У нас область Даже без приезжих она многонациональная Конечно, да Поэтому для них тоже русский язык иностранный получается Для многих, да И Лариса Александровна сказала, что учителя принимали участие Они с удовольствием Потому что, например, учительница информатики нашей школы Она сделала такую работу Сколько терминов в связи с тем, что предмет информатика Сколько терминов Нужно их не только усвоить, освоить, применять Но и уметь правильно написать И написать, наверное, понять Конечно, конечно Откуда термин взялся, почему он русский язык попал Вот это очень все актуально Казалось бы, да, зачем нам это все? Оказывается, это все для нас, про нас и о нас Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу Мы скоро продолжим Продолжается программа Дневной разворот Говорим мы сегодня о русском языке О проекте «Русский онлайн» Проекта нашего опорного авиатского государственного университета И у нас в студии еще раз напоминаем У нас в студии сегодня Ирина Галкина Это учитель русского языка и литературы Средней школы номер 5 Города Кирова Лауреат премии президента 7 и 15 годов Еще раз добрый день Добрый день Продолжаем, да Да, у нас Марина Маслова Учитель русского языка и литературы Лицея номер 21 Города Кирова И Лариса Унгемах Методист Центр повышения квалификации Ресурсного обеспечения Скажем так На этот раз Муниципальной системы образования Лауреат премии губернатора Кировской области 2006 года Учитель с 30-летним стадом Еще раз напомню У нас Марина Владимировна Не поддержала еще коллег Внесите свою репту О том, чем вы занимались в последнее время Вы же все педагоги С большим стажем Понимаете Как будто ничего нового Для вас уже и быть не может Представьте, что вы у доски И вы вещаете Они на старошкольном Интересно было вам, да? Нет, конечно интересно Потому что проблем-то Вот на самом деле Достаточно много Ирина Витальевна уже сказала У нас дети Сейчас многозадачники Вот мы то, что видим Мы то и пишем У меня вот, допустим В тетрадках Могут подытожить и написать Вообще Ничего не понял Так и пишут? Так и пишут Потому что это У нас норма Которая у них распространена В интернете Теперь смотрите Дойку ставите за это Конечно Затем Они несут Несут ведь еще Я все понимаю Что у нас Средства массовой информации Должны нести Правильную речь Посмотрите на наши вывески Бельэтаж Гардеропт Маленькие дети Так и пишут Теперь вместо гардероб Слово гардеробт Но С удоениями С нормами Конечно делали Эту рекламу Не задумываясь Не задумываясь Но у детей Это получается Не показалось Что это забавная игра слов Но дети Что-то не понимают Да Улица Упита Ну с улицы Упита Уже вообще все Это самое Очень долго всем объяснять Так же как с улицы Мопра Очень долго А Маклина или Маклина Все-таки А Маклин вообще Он вообще-то Маклин Да Это шотландец по-моему Да ведь он Маклин должен быть Ладно Отвлеклись Ну как бы вот мне Вот почему я принимала Участие Меня заинтересовало то Что вот буквально я Год назад ездила В Москву На мастер-класс Как раз вот национальные языки В том числе русский язык И вот мы тоже Только что сказали Что мы живем В соседстве у нас Марийцы Татары Башкиры Посмотрите сколько у нас В городе наименований Которые несут корни Марийские Вишкель Аркуль И так далее Финогур Да 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 И это все Все заинтересовало И вот я то вот с этим проектом И выступала как раз Вот что Диалог культур Вот мы искали Такие корни Диалектные слова Чтобы не быть Иваном Не помнящим И не знать свое Вот меня Как бы интересуют Диалекты даже Наши вятские Тем более Очень хорошее Тоже подспорье было Вятский университет Выпустил как раз Тематический словарь Народных говоров Замечательная книга И вот на основе Этой книжки Можно работать с детьми В удовольствии Мы всегда стеснялись Своего вятского говора А теперь вообще Это наше достояние Оказывается Бабушки-то ведь говорят И потка Так вот эти все Чепочка Чепочка Курича Ну я знаю Кокотельнический Немножко Но потка-то вот Дети-то не понимают Что такое потка На потолоке Много забавных слов Но с другой стороны Мы все время Пытаемся найти Какую-то особенность Кировской области Придумываем Какие-то бренды Что-то еще Это наша особенность Наша речь Она же очень интересная То есть видите Можно и на уроках И внеурочную деятельность Организовать с ребятами так Чтобы привлечь их Да То есть много таких Игровых всяких форм И здесь учителя Конечно К проекту Мало кто Что-то изобретал У каждого Есть уже Свой опыт Уже наработанный А здесь просто Нужно было Не полениться И представить Все это Для того Чтобы Этим пользовались Другие Потому что у каждого Много чего наработано И знаете как Говорят Что ты спрятал То пропало Что ты отдал То твое И вот сборник Наверное Который будет выпущен Он тоже Сборник методик Да как раз Методических разработок А давайте пройдемся По основным Каким-то ярким Самым интересным Может быть Работам Чтобы Ну вот я хочу Сразу вам представить Что Лучшей разработкой Методической Признан Урок Марины Владимировны Масловой Может быть Она немножечко Несколько скопа Скромничала Что-то в Марине Владимировне Нормально Я уже рассказала Как раз По коварам По диалектам А как Как это реализуется В школе Как вы это реализуете Это внеурочка Потому что на уроке Всего лишь на диалекты Отводится один час Я просто сейчас задумался Как это в рамках Только внеурочка Марина Владимировна С другой стороны Если он пишет Вообще ничего не понял Это тоже своего рода Диалект А вы говорите двойка Нет Но когда мы создаем Литературное Художественное произведение Это же да Согласен Отчасти Да Так Еще Лариса Александровна Какие методики Можно отметить Хотелось бы отметить Работы У нас Алыповой Ольги Владимировны Это учитель Начальных классов Из Кумен Ее работа Посвящена Ирина Витальевна Подскажите Там Беседа с родителями Да да Вот замечательная Беседа с родителями Вы знаете Сейчас очень много Проблем Например Наверное Даже больше то У родителей Чем у детей Потому что Что-то не получается С русским языком Ну вот Мы говорили Как раз об этом Что дети Слышат неправильную речь Видят неправильные Все эти объявления Аншлаги Да И наверное Что-то несут И поэтому у них Происходят Какие-то Недопонимания Ну может быть С учителем Может быть С самим предметом Русского языка Родители в отчаянии Иногда начинают Наказывать своих Детей за это И вот Как раз Ольга Владимировна Пишет о том Как надо Спокойно Работать с детьми Разъяснять Пояснять И самим родителям Больше вникать В то Чем занимаются Дети То есть это как бы К родителям обращенное Да Родительское Это в рамках чего Родительских собраний Родительских собраний Родительских собраний Это можно провести Вот именно Отношение к урокам Русского языка Это на один урок Собственно На одну встречу С родителями Это можно Понимаете У нас ведь Есть специальные Беседы для родителей Учитель Если он Классный руководитель С опытом работы Он уже Систему выстраивает И у него Это может быть В системе будет В первом классе Он проведет Таких две беседы Во втором В третьем В четвертом Ну и так далее То есть вот это В системе работы Должно быть Ну и наверное Он может Что-то в форме Классного собрания Что-то уже С теми родителями У которых Конкретно возникают Проблемы Уже в индивидуальном Порядке То есть он уже будет Знать Как это лучше Рассказать Абсолютно верно Какие-то Может методические Советы Может дать Родителям Поэтому вот эта Работа просто Изумительная В этом отношении Хотелось бы еще Отметить работу Молодой учительницы Из 37-й школы Города Кирова Ложкиной Ольги Дмитриевны Она рассказывала О вятской матрешке И вообще историю Не то что рассказывала Она с детьми Проводила этот урок Тоже по внеурочной Деятельности И опять же Это такая разработка Многофункциональная Ее можно взять И на уроки Русского языка Когда идет Описание предмета Ее можно взять И на внеурочной Деятельности И ее можно взять На беседах С детьми Об истории И вообще матрешки Потому что не только Есть вятская матрешка Мы знаем примеры Других матрешек В сравнении А вот как именно С русским языком Вот этот рассказ Вятский О матрешке связан Да? То есть там термин Термин связан С именем матрена Раз Ну я говорю Терминология Слова Терминология Слова происхождения Конечно же связана Но тут здесь может быть И уроки по развитию речи У нас ведь тоже отводятся Уроки по развитию речи У нас есть там Описание Вот чем выдумывать Что там описывать Взять и описать Матрешку Вятскую матрешку Замечательно Матрешка в современной области Это Налинск у нас сейчас Да? Да Налинск Урок предоставила Разработка Я просто расскажу Как старшие дети Трактуют эту вещь Они уже не верят Деда Мороза Как бы Но они понимают Если в него не верить То и подарка не будет Поэтому давайте-ка мы На всякий случай Напишем И куда Они понимают Что родителям придется Придется Вот это письмо Отмечать Это творческие люди И поэтому У них темы рождаются Если надо притянуть Все притянуто Со стороны человек Может не понять А она-то прекрасно понимает Почему она именно Эту тему взяла Ну Лариса Санна Получается и так Что смотрите Ведь сама методика Позволяет и не только Циолковскому пишать Конечно Ну я хочу сказать У нас было В числе разработок Было еще письмо Александру Грину Например Да Но там немножечко Методическая разработка Может быть Не заняла призового места Но тем не менее Тоже очень интересное И ее тоже могут воспользоваться Одинные приемы какие-то Ну для того Чтобы писать Таким историческим личностям Нужно все-таки Знать о них Их биографию Их творчество То есть это побуждает изучить И вот это все Включается в урок Вот Ну и конечно же Нужно сказать Что учителя русского языка Очень часто проводят Интегрированные уроки В том числе И с учителями физики И с учителями биологии Истории Математики Математики Ну в общем-то Со всеми С иностранного Обязательно Это же самые родные Это музыка Изобразительное искусство Я вот из-за своего опыта Помню Это очень интересно Ну видите Когда близко Это понятно А когда например Физика и литература Это уже интереснее Да? Хотя все интересно Литература и физкультура Тоже может быть Конечно Сначала три километра Ударение Ударение Вот эти акцентологические нормы Причтение текста Да Компьютеризация Как сложнее Как сложнее Ну вот как раз Не так часто встречалось Склонение числительных Правильно говорю Восемьюстами Восемьюстами Особенно Восемьюстами 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 Да Я помню Это такая языколомка Довольно-таки такая сильная У меня по-моему С этим в школе в порядке Было все В школе Да А сейчас Потом начинаешь сомневаться Я тут вспомнил Одну из наших Недавних Детских познавательных Программ Открывашка Где мы тоже говорили О нормах русского языка Николай Слово дитя В родительном падеже Дитяти Дитяти Действительно Я правильно сказал Дитяти Дитяти Ну это я так Понавите Это боясь ошибиться Дно В множественном числе Дно Днище Днище В родительном падеже Множественного числа То есть Днище Днище То ли днов То ли дни Нет Днище Именительный падеж Множественное число Доньев Доньев Вот как здорово Вот это вот даже Честно говорю Вот слушай Чем хорошо ради А посидел Так много Долго узнал Или о том Что Бризоль Он мужского рода Ну это не самое Часто встречающее слово Но да Вот это интересно Доньев Доньев Надо запомнить Да слушай А вообще Насколько интересно Изучать русский язык Современным школьникам И что Какие изменения Вы на протяжении Своей Длительного Творческого Рабочего пути Видите Давайте мы этот вопрос Уже оставим После перерыва Полторы минуты Буквально рекламная пауза И потом продолжим Продолжается наше общение Так чтобы время Не терять сразу С преподавателями Русского языка Скажу Ирина Галкина Марина Маслова И Лариса Вангемах Итак Мы до перерыва Я предложил Сейчас порассуждать Поговорить на тему Интереса современных Школьников К изучению русского языка Какие изменения Вы на протяжении лет Наблюдаете Ирина Витальевна Есть ли вообще изменения Изменения Конечно есть Потому что Сейчас очень много Источников Неправильной речи Для ребят Есть И когда мы слышим И когда мы видим Поэтому это тоже Каким-то образом Впитывается Ребятами Затем Ребята стали Все равно Меньше читать Хотя конечно Есть читающие Конечно есть Но те кто Мало читает Неграмотных К сожалению Учеников Встречается И неграмотность И словарный запас Мало И словарный запас Грамотность Падает Поэтому проблемы Конечно есть И вот Приходится Понятно что Все равно приходится Хорошие оценки Ставить То есть Какие-то Находить приемы Методы Какие-то Придумывать Задания Кроме того Что есть в учебнике Чтобы заинтересовать Чтобы родной Русский язык Был Как это говорят Что русский язык Надо не знать Его надо любить Чтобы Чтобы он был любимым Одним из любимых предметов И чтобы ребенок Который ушел из школы Он ушел с тем Что Он будет и дальше Знать Изучать Интересоваться Чтобы не отбить желания Потому что Троек много бывает У ребят И двоек Проблемы есть А от личников Хоть сейчас Много по русскому языку Есть Конечно Прям вот такие Не которые зубрят А прям которые Понимают душу И искренне заинтересованы Это доказывает Наши Олимпиады Я бы хотела поговорить То что у нас Наша Кировская область Кировская область Ну стабильно Входит в пятерку Лучших регионов По успешности Прохождения Олимпиады По русскому языку Именно Олимпиад Да? Олимпиад По русскому языку И ЕГЭ В том числе Да ЕГЭ Такое довольно Все таки условная вещь Олимпиады Там уже гораздо больше Надо знать Одно из последних Наших мероприятий Замечательных Которое прошло Буквально В декабре Нет в ноябре В конце ноября К нам приезжал Андрей Владимирович Григорьев Это председатель Жюри Всероссийской Олимпиады Школьников По русскому языку И он проводил Мастер-классы С учителями Русского языка Проводил занятия В общем семинар Тема семинара Звучала так Работа с одаренными Организация подготовки Участников Всероссийской Олимпиады Школьников По русскому языку Он не только Провел мастер-класс Замечательно Рассказал о том Как можно Привить любовь К русскому языку Будем так говорить Раз мы сегодня Уже об этом говорим Да Вот А еще он Похвалил Учителей русского языка Кировской области Он проанализировал Наше задание Школьного И муниципального Этапа И сказал Что уровень Заданий Которые даются Детям на выполнение На олимпиаду На школьный Муниципальный уровень Достаточно высокий Это уровень Всероссийской олимпиады Ух ты Вот так вот А готовим мы самостоятельно Вы непосредственно готовите Да? Учителя непосредственно готовят Мы вместе с учителями У нас опять же работает Временный творческий коллектив Вот в него как раз входит И Марина Владимировна И Ирина Витальевна Поэтому Это те учителя Которые составляют Эти задания Вот Ну на муниципальный этап У нас здесь уже Преподаватели Вятского гуманитарного Университета Работают В составлении А вот школьный этап Разрабатывают Вятского государственного Университета Извините Вот Ну что еще можно сказать Вот эти направления Я считаю Что они очень важные И потому Учителям интересно Работать и с детьми Потому что они и сами Интересные люди Хочу еще напомнить Что у нас в 17-м году Вообще 17-й год Очень богат На такие мероприятия Интересные для учителей Русского языка и литературы У нас проходила Межрегиональная конференция В феврале месяце Которая называлась У нас таким образом Федеральный государственный Образовательный стандарт От теории к практике Приезжали к нам Публицисты Писатели, публицисты Авторы учебников Ученые Которые вели разговоры С учителями Лекции читали Мастер-классы проводили Это Архангельский Александр Николаевич Это Ланин Борис Александрович Это Беднарская Лариса Дмитриевна Это конечно Елена Олеговна Галицких Но она не только в конференции Она вообще Очень часто встречается С учителями русского языка И литературы Учителя ее любят Она любит учителей И в общем-то Мастерские Которые Елена Олеговна проводит Очень многие учителя Тоже эти мастерские Проводят в своих школах Поэтому Вот наверное всем этим Поддерживается у нас Интерес Прежде всего И у учителей Русского языка И литературы К своему предмету Это у учителей У учителей Да А если учитель заинтересован Он конечно Свой интерес Несет детям Да еще если это Творческий учитель Вообще замечательно Ну понимаете Вот тоже дети У них такой аргумент Вот смотрите Да я написал неправильно Но меня же поняли Да Меня же поняли Зачем вот мне Вот обязательно Здесь запятую ставить Здесь вот эту букву Меня же прекрасно поняли Мне вполне хватает Вот такой аргумент Вот интересно Вот что на них Еще и с наездом Да У них еще и другой аргумент есть А мне так нравится Нет Ну там еще там Все же так пишут А я так пишу Иначе меня не поймут Типа того Что я как будто Это могут ученики Среднего звена заявить Сейчас уже 9-11 класс Они понимают Что все Что они хотели бы поставить Будет проверяться Ну это да Все таки хорошо Что вот это появилось Это хорошо Это независимая церковь Они все равно уже Не могут так Как сказать Безапелляционно заявить Потому что Есть критерии И с ними надо считаться Хочешь ты этого Или не хочешь Я своему объясняю Так ты музыку любишь Люблю Я говорю Тебе нравится Когда люди фальшовые ноты играют Он говорит Да вроде нет Вроде нет Я говорю Так сам-то что Что же музыка своего рода Наш язык-то родной Это же музыкальный очень язык А не знаю Пока действует Как сейчас учителя русского Сейчас тему такую затрону Как учителя русского Сейчас борются За чистоту русского Литературного языка Есть такая проблема в школе В смысле В школе В том числе Цензурная речь Цензурная там Да Агрессивная Бранная Хотелось бы сказать Что здесь Должны все-таки Не только Учителя русского языка И семья Конечно Тут большую роль Нет и семья Но если говорить о школе То это должны поддерживать Все педагоги школы Потому что Один учитель русского языка И литературы Конечно с этим не справится Вот Но это проблема Возникает Где-то между уроками Во время этого урока Они все же лапоньки Они сидят и хорошо говорят Вот они вышли на перемену И там уже надо как-то С этим работать Из-за этого существует У нас единый орфографический режим Единый орфоэпический режим Единый речевой режим Да И если это в школе принято То это вполне понятно И все учителя поддерживают И тогда старшеклассники поддерживают И соответственно Они будут уже задавать тон И малышам в школе То есть все равно Не оставлять равнодушным Не проходить мимо Потому что Где-то вот в таком подростковом возрасте Это какая-то юношеская бравада И хочется как все А потом Откуда они взялись Что как все Это я понять не могу Вот они же когда идут по улице Хотя к сожалению Да К сожалению Мы это встречаем на улице Очень часто И причем даже Иногда посмотришь Люди прилично одеты Прилично выглядят А разговаривают Страшно стоять рядом Увы, да Ну что так Актуальная тема для вас Ну мне тут трудно рассуждать Видите Я-то в лицее работаю В лицее И у нас Лицеисты Лицеисты И поэтому они уровень-то другой Ну и понимаете Я и гимназистов слыхал Которые тоже Умеют русский язык В полном объеме Так сказать Особенно когда вышли из школы Когда вышли из школы Когда они из рамок Вот этих выходят Им хочется сразу Вот так Всю свободу свою Показать всем Что вот мы на свободе Может быть Какие-то еще пожелания Под конец Свои выскажите У нас немножко Времени остается Вот чего не хватает Возможно еще Для полноценного Для полноценной реализации Раскрытия Подворить И надо наверное На уровне правительства Решать вопрос Как в школу Поставить педагогические кадры Достойные педагогические кадры Как подготовить Подрастающее поколение К тому чтобы они хотели Идти работать в школу Вот тогда у нас В общем-то Эта проблема Сама собой Отпадет Я тут вспомнил Недавно был у нас Специалист московский По работе с людьми То есть Как быть самим собой Как добиваться успеха Он сказал Любой взрослый человек Ежедневно Должен иметь Минимум один час На то чтобы Побыть наедине с собой Подумать о произошедшем Сегодня Подумать Поразмыслить И так далее Час минимум Надо на это выделять А если у нас сейчас У учителей Недельная нагрузка До 40 часов в школе Так это только учебная нагрузка Сколько помимо нее Да Вот я об этом и говорю Поэтому Вспомните наше время Когда мы поступали В институты У нас на филологический факультет Ну вот Я лично поступала У нас было 9 человек На место конкурс Сейчас конкурса На педагогические профессии Я думаю нет Надо задуматься Почему нет Почему такая интересная профессия Тарина Витальевна Может пожелания тоже Какие-то выскажите Я тоже на грустной ноте А вы давайте На самом деле не грустная нота Я уже говорила Что если говорить О русском языке Надо вообще все делать С любовью Да Идти на работу С любовью К детям К предмету Вообще К тому что делаешь Поэтому учитель Который С любовью все делает Получается По крайней мере Он понимает Что делает то Что должен И может делать Ну и хотелось бы Чтобы учителя Тоже любили Безусловно Мы желаем Вашим успехов В вашем нелегком труде Безусловно конечно Чтобы вы любили предметы Чтобы дети любили вас Да Ирина Галкина Марина Маслова И Лариса Вангимах Наши гости На этом завершается Половина дневного разворота Всего доброго Всего доброго Всего доброго Спасибо